Я занималась перепродажей вещей с сайта Алиэкспресс. Ааа, мы на бокстое из Бортик Макис. Люблю вообще картошку в любом виде. Запеченную, вареную, жареную, с чесночком, с грибочками. Прямо так вот и уверенную. Всем привет! Меня зовут Кристина. Бейб Крис Бейб. И сегодня мы на канале Инкор будем отвечать на вопросы от подписчиков. Погнали! Я раньше, опять же, 7-8 класса, ужасно любила ходить на разные рок-концерты, которые иностранные приезжали в Россию. Кто у нас там был? Никель Бэк, Грин Дэй, Линкен Парк, Артик Манкиз. Мой первый концерт их был. Джастин Бибер приезжал. Я вот на все эти концерты ходила. Я выигрывала билеты в конкурсе репостов ВКонтакте. Это действительно смешно, когда я выиграла билет на концерт Джастина Бибера по репосту ВКонтакте и пошла на него, не верила вообще своим глазам. И так происходило абсолютно со всеми концертами. На один из концертов я взяла с собой камеру, какую-то очень простую, на которых я фоткала подружек в школе. И просто фоткала как-то из зала артистов и выложила в группу ВКонтакте вот это вот мероприятие. Меня там заметил какой-то человек, который оказался редактором музыкального портала. И написал мне, слушай, можно я возьму твои фотки? Мне понравилось, как ты сделала, к тебе на портал. И вообще возьму их к тебе, и ты будешь на меня работать. Кстати, конечно, мне за это никто не платил, а давал просто проходки на бэк. И дело для меня фотки. Я такая счастливая, меня заметили. Я буду ходить на бэке, как я хотела к моим любимым зарубежным артистам их фоткать. И так проработала года два, посетила вообще абсолютно все концерты. Достаточно была неплохим репортажником. На тот момент я как бы стояла в этой яме с дядьками, которым там было 30, вот с такими штативами, и я маленькая 14-летняя девчонка, которая там бегает. В общем, это было забавное, хороший экспириенс. Потом я перешла с репортажной фотографии на обычную фотографию, фоткала подружек, девочек, фотографировала потом для модельных агентств, и как-то это все прогрессировало. Начала потом снимать популярных девчонок из Инстаграма, много кого пофоткала. Вот, и это все было до того момента, когда я решила заниматься уже производством одежды. То есть вот это прервалось на том этапе, когда я решила создать свой бренд. Все, прошел концерт. У нас с Алисой есть такая давняя мечта и тема, над которой мы смеемся, что вот бы попасть однажды на бэкстейдж к Arctic Monkey, с ними сфоткаться, пообщаться, поболтать. Потому что мы с ней две такие жесткие фанатки. Алиса предлагает, пойдем зайдем на бэкстейдж. Я говорю, а как ты себе это представляешь? Она говорит, ну пойдем. Я говорю, ну ладно, была не была. Ну что, нас выгонят, так выгонят, что мы потеряем? А вдруг что-то получится? Мы подходим к огорождению, где сам бэкстейдж, там стоит куча охранников. У нас были вип-билеты, нам дали какой-то вип-бейджик, но мы все время тусовались в фан-зоне, потому что там всегда веселее. Мы подходим на уверенном, прям вот так вот на уверенном, как будто вот нам туда и надо к этим охранникам. Они на нас смотрят, там уже все стемнело, светит на нас вот так фонариком с ног до головы и такие, проходите. Типа открывает нам вот эту вот дверь. У меня вот такие вот глаза, у Алисы такие же глаза. Мы не верим, что мы там оказались. И мы же не знаем, как там все расположено. Там немножко другие сцены. И мы заходим, видим, что там стоят их фургоны, трейлеры. Мы с Алисой думаем, так, что делать, что делать. Мы уже попали на бэк, начали как-то суетиться, туда-сюда ходить. Что-то начали мельтешить, и к нам подходит охранник и два менеджера. Видимо, кто-то из организаторов говорит, девочки, а вы вообще кто? Вы как сюда прошли? Мы говорим, вот, мы вообще-то в ВИП, у нас билеты там на уверенном. Все происходит на уверенном. Не на растерянном, мы там не бегаем, как сумасшедшие. Ааа, мы на бэкс-тейлеру Артик Мангейс. Нет, они говорят, так, сейчас мы узнаем, вы вообще тут как оказались? Просто мы никого сюда не приглашали. Это странно, что вы вообще сюда зашли. Я вижу за спиной этой девушки дверь, и написано Артик Мангейс. То есть и гримерка там, и там какой-то шум, там какая-то происходит вечеринка. То есть они находятся там, это было в трех метрах от нас. Мы говорим, нас пустила охрана, мы там вообще-то свои, нас позвал менеджер группы. В общем, Алиса там начинает рассказывать какие-то неблицы, но, конечно же, нас отцы выгнали. Ну вот, но было именно грустно, что мы вот были в двух метрах от них. Если бы мы сразу увидели эту дверь и зашли туда, мы бы сделали фоточку, поболтали, расплакались от счастья. Ну, в общем, вот. Но мы все-таки туда попали и почти вот прям были в двух метрах от этой двери. Эти две манагерши, они говорят, мы сейчас подойдем к менеджеру группы и спросим вообще, а вы кто такие? Звали ли они вас реально? И они приходят и говорят, нет, мы вообще не знаем, кто это. И мы с Алисой такие файс-пауном. У меня уже достаточно давно были мысли о том, что я хотела бы попробовать себя в диджейнге, но как-то не было толчка или пинка, который бы меня к этому привел. И где-то весной или в конце зимы ко мне приходит Ира и говорит, слушай, тут хотят, чтобы мы подиджейли с девчонками, чтобы мы все вместе поучились диджейнгу, организовали мероприятие, давайте. Мы все согласились, не раздумывая, начали учиться, обучаться, что и делаем по сей день. Наверное, это куриные котлетки, микс курицы и индейки. Обожаю их, отточила уже мастерство свое в этом. Потом куриный супчик, но это все самое простое. Пюре люблю, люблю вообще картошку в любом виде. Где запеченную, вареную, жареную, с чесночком, с грибочками. И все это сама делаю. То есть прям я когда готовлю, я отдыхаю. Иногда бывает, что я устаю, и часто бывает, что я еще и заказываю еду. Но когда у меня есть настроение, я готовлю стабильно каждый день. У меня готовка завтрака, обед, ужин по настроению. Но я вообще как делаю? Я на месяц замораживаю себе котлеты, которых я накрутила сама в мясорубке. И вот они у меня месяц. На месяц я знаю, что они у меня есть. Это порция. И я постепенно их достаю, размораживаю, запекаю. Очень удобно. Мы дома вечером с Гришей сидим, играем в шахматы. Иногда онлайн по приложению. То есть я вообще шахматами жестко увлеклась. Нет, я играю с учительницей. Мы занимаемся по Zoom, по Skype раз в неделю. Иногда вечером мы играем дома вдвоем. Иногда играю просто с роботами или с рандомными людьми по приложению. В отличиеся. Я вот после шахмат именно логически мыслить и думать начала вообще по-другому. Да, да. Я именно уже стала что-то выстраивать, какие-то планы. Вот думаю уже как по-другому распланировать, например, свою неделю. Когда с кем-то общаюсь, уже наперед знаю, что лучше сказать. Вот как-то так это работает. В общем, шахматы дико развивают. И мне это нравится. Я до лета регулярно занималась спортом. Он вообще постоянно присутствовал в моей жизни. Потом у меня закончился абонемент. Я начала ездить, путешествовать. И пока что его еще не приобрела заново. Вот сейчас, кстати, после съемки думаю поехать купить. Поэтому это был спорт, бассейн, плавание. Я стараюсь там плавать. Я вообще плавать не умею. Но я там так с такой штучкой над мной плаваю. Сейчас я в основном занимаюсь диджейингом. Это занимает достаточно много времени. Два-три раза в неделю стабильно. Шахматы раз в неделю. И сейчас все подключу в спорт. Я сейчас пойду учиться на культуролога, искусствоведа в октябре. Но это будет как годовой курс. Я с лета изучаю искусство. Мне это очень нравится. Я сейчас читаю огромное количество книг по искусству и по культуре. Древней Египет, Древней Греции. Я почему-то сейчас очень этим увлечена. С утра до вечера у меня этот ютуб-канал, который про все это рассказывает. И вот сейчас хочу пойти получить образование именно для себя, чтобы узнать больше для общего развития. Да, еще же мы делали вместе с Инкором в июне благотворительный маркет. Потом мы все разъехались. И очень впечатлил один приют, куда мы съездили. Плюс его в том, что он находится в черте Москвы. В транспортной удобной доступности. Вот я с девочками из Инкора, с Миленой, с Мариной. Каждое воскресенье теперь езжу вместе с ними в приют. Мы там гуляем с собачками, кормим их. Ну, просто как-то пытаемся социализировать. Там каждая выбрала себе по собачке, которая уделяет больше времени. И это тоже классно. Там больше это занятие для души, просто для отдыха. Я туда прихожу и ни о чем не думаю. Вот именно если надо забыть обо всех проблемах, надо ехать в приют. Очень классно. Вообще, на самом деле, все треки любимые. Действительно, восхищаюсь всем, что он делает, его творчеством. Он жуткий трудоголик. Он с утра до вечера на студии пишется. Просто какая-то хит-машина. И у него очень много материала. Он сейчас много над чем работает. Я просто восхищаюсь именно его трудолюбием. Потому что, мне кажется, так немногие делают. Наверное, если выделять из самых любимых, прям любимых много, но самый душевный, теплый, с которым у меня связаны приятные воспоминания, это трек Femme. Там на фите была Гавайд. Они записали этот трек перед поездкой нашей совместной большой компании на Кипр. Мы там сняли клип на лодке всей нашей большой компании. Была классная лодка. Мы на ней катались весь день, снимали клип. То есть, именно приятные, теплые воспоминания. И в треке поется про то, что мы все семья и мы все друзья. И вот именно теплота и какая-то доброта у меня связаны с этим треком. И приятные воспоминания о хорошем путешествии. Поэтому он для меня, наверное, именно самый такой приятный и теплый. Если кто-то один из них, они традиционно сексуальные ориентации. Да. Наверное, да. А так, по крайней мере, на моем опыте не было такого. Именно дружить. Есть какие-то знакомые, что-то где-то по работе. Но именно как вот у меня есть друг, с которым я общаюсь, переписываюсь. В моей практике такого не было. И у моих подруг тоже я такого не видела. Поэтому на моем опыте, мне кажется, что именно дружба искренней. В любом случае, когда люди дружно общаются, возникает симпатия. Вы поэтому общаетесь. Если бы тебе человек, неважно девушку или парень, был бы не симпатичен, вы бы не смогли коммуницировать. А между парнем и девушкой нет, наверное. Ребята, всем спасибо за просмотр, что оставались со мной все это время. Я надеюсь, что я ответила на все вопросы, которые вас интересуют. Подписывайтесь на рекорд, подписывайтесь на меня. И до встречи. Увидимся с вами, думаю, что скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok